В России публичные споры о санкциях для граждан, уехавших из страны после начала войны с Украиной, вышли на новый уровень. Один из активных участников обсуждения наказаний для так называемых предателей Родины – спикер Госдумы Вячеслав Володин. 13 января у себя в соцсетях он предложил нести поправки в Уголовный кодекс России, чтобы можно было конфисковывать имущество оппозиционеров. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, при этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянутся. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации в Телеграм. Речь идет о статьях, предусматривающих наказание за призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, под которые могут попасть публичные заявления мигрантов в поддержку Украины. В России уже действуют изменения в законодательстве, согласно которым критика войны расценивается как призыв к экстремизму. По мнению Володина, этого недостаточно. Новоиспеченную идею спикера сразу же поддержали и подсказали, что это возможно сделать. Сенатор Андрей Клишес заявил, что поправки в Уголовный кодекс допустимы, но с условием, что конфискация имущества не может быть внесудебной. Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления. Андрей Клишес, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации в интервью ТАСС. Ранее Клишес называл эту идею антиконституционной. Ее в минувшем году уже озвучил российский сенатор Сергей Цековно в интервью BBC. 13 января Клишес пояснил, дескать, тогда коллега предложил отбирать собственность без наличия состава преступления. Энтузиазм законодателей не поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший не открывать ящик Пандоры, а сначала разобраться в сложном вопросе. Более того, по мнению представителя Кремля, власти России должны создавать условия для граждан, которые уехали. Они все же наши граждане, все в равной степени, и у них всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России в интервью изданию Life. Как отмечают российские социологи, эмиграционная волна 22-го года самая значительная за последние 30 лет. Из России уехали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, опубликованным в ноябре 22-го, количество уехавших в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Грузию россиян с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего за этот период число выездов за рубеж составило почти 10 миллионов человек. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.